Петя 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 Очень дружит с птичкой Петя След за Петей, переваливаясь сбок в набок, показалась утка. Она обрадовалась, что Петя не закрыл калитки и решила выкупаться в глубокой луже на лужанке. Петя Петя И пожала плечами. Какая же ты птица, если ты летать не умеешь, сказала птичка, на что утка ответила, а какая же ты птица, если ты плавать не умеешь, и плюхнулась в лужу. Петя 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 Они еще долго спорили, утка плавая по луже, птичка прыгая по берегу. Петя Вдруг Петя насторожился. Он заметил, что по траве крадется кошка. Кошка Петя Кошка подумала, птичка занята спором, сейчас я ее цапаю. С цапою И неслышно На бархатных лапках Подбиралась к ней Берегись, крикнул Петя И птичка мигом вспорхнула на дерево А утка из середины своей лужи Сердито закрякала на кошку Кошка ходила вокруг дерева и думала Стоит ли лезть так высоко Пока влезешь, птичка все равно Улетит Вышел дедушка Дедушка сердился, что Петя ушел за калитку Места опасны А если из лесу придет волк, что тогда? Субтитры создавал DimaTorzok Петя не придал никакого значения словам дедушки И заявил, что пионеры не боятся волков Но дедушка взял Петю за руку Увел домой и крепко запер калитку КОНЕЦ И действительно не успел Петя уйти за калитку Как из лесу показался Огромный серый волк КОНЕЦ 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 Утка закрякала и бросилась вон из лужи Но как она не бежала А волк бежал быстрей Вот он ближе, ближе Вот он догнал ее Схватил и проглотил КОНЕЦ 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 Теперь картина была такая Кошка сидела на одной ветке Птичка на другой Подальше от кошки А волк ходил вокруг дерева И смотрел на них жодными глазами КОНЕЦ 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 Между тем пианир Петя, который остался стоять около запертой калитки и видел все происходящее, нисколько не испугался. Он побежал домой, взял большую толстую веревку и влез на высокий каменный забор. Одна из веток дерева, вокруг которого ходил волк, простиралась до этого забора. И, ухватившись за эту ветку, Петя ловко перелез на дерево. Петя сказал птичке, лети вниз и кружись вокруг морды волка, только осторожно, чтобы он тебя не сцапал. Птичка почти задевала крыльями морду волка, и волк сердито прыгал за ней во все стороны. Ах, как птичка раздражала волка, как он хотел схватить ее, но птичка была ловкая, и волк ничего не мог поделать. Петя же, сделав на веревке петлю, осторожно спустил ее вниз. Накинул волку на хвост и затянул. Волк почувствовал, что попался, и в бешенстве стал прыгать, стараясь вырваться. Но Петя привязал другой конец веревки к дереву. От прыжков волка петля только туже затягивалась на его хвосте. В это время из лесу показались охотники. Они шли по следам волка, приближались издалека. Охотники стреляли из ружей. Играет музыка. Но Петя сказал с дерева Не стоит стрелять Мы с птичкой уже поймали волка Помогите нам отвезти его в зоологический сад, пожалуйста И вот Представьте себе торжественное шествие Впереди шел Петя Впереди шел Петя За Петей шли охотники Охотники вели волка Впереди шел Петя Позади шел дедушка с кошкой Дедушка недовольно качал головой Ну а если б Петя не поймал волка, что тогда? Впереди шел дедушка Впереди шел дедушка Впереди шел дедушка Наверху летела птичка И весело чирикала А вот какие мы с Петей А вот кого мы поймали А если очень внимательно прислушаться То было слышно, как в животе у волка крякала утка Потому что волк так торопился, что проглотил ее живьем Утка Впереди шел дедушка Впереди шел дедушка Впереди шел дедушка Продолжение следует...